МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационное агентство «Высота-102» коротко о главных темах дня в Волгограде и Волгоградской области. Из-за жары поливальная техника выезжает на городские улицы по несколько раз в сутки. Предприимчивые селяне ответят по закону за фиктивную регистрацию иностранцев. Улица Казахская после ремонта начнет гармонировать с обновленной седьмой больницей. Межрегиональная банда браконьеров промышляла в водах Цемлянского водохранилища. Организованная группа браконьеров, состоящая из жителей Ростовской и Волгоградской областей, задержана с поличным по подозрению в незаконной ловле рыбы в акватории Цемлянского водохранилища в период запрета на добычу водных биоресурсов. По имеющейся информации, 44-летний житель Ростовской области привлек к противоправной деятельности своих знакомых, а также наемных работников и распределил между ними роли. Злоумышленники проживали на территории бывшей базы отдыха, въезд на которую охранялся. Были установлены ворота и шлагбаум. В вагончиках и домиках имелись морозильные камеры, в которых хранилась рыба, привезенная в грузовых машинах с окруженного обрывами берега водоема. Свежую и замороженную рыбу подозреваемые реализовывали оптовыми партиями, продавали постоянным покупателям и поставляли в другие регионы России. У браконьеров изъяты многочисленные сети, а также несколько тонн свежей и замороженной рыбы. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 5 миллионов рублей. За фиктивную постановку на учет иностранцев уголовное преследование грозит нескольким жителям поселка Степной в Городищенском районе, селяне решили проявить предприимчивость. Переоборудовали дома под подобие гостиниц и зарегистрировали у себя десятки иностранцев. Это выходцы из Среднеазиатских республик, которые приехали работать на окрестных полях. А вблизи поселка Новая Надежда четверо иностранцев были задержаны за нарушение режима пребывания. Они зарегистрировались в домах в Волгограде, а фактически жили в автомобиле «Газель» прямо в поле. В отношении волгоградцев, фиктивно поставивших на учет иностранных граждан, также будут возбуждены уголовные дела. Работы по благоустройству начались на улице Казахской в Советском районе Волгограда. Здесь рядом с клинической больницей и скорой медицинской помощи номер 7 появится новая зеленая зона. Будут высажены деревья и кустарники, проложена оросительная система, установлена парковая мебель. Кроме того, на радость жителям подрядчики займутся тротуарами. Не хватает тротуаров вот этих, чтобы были не вот такие, а ровно, чтобы дороги делают, а про тротуары забывают. Дорожки хотелось бы поэт, и парк какой-нибудь. То, что у нас седьмую больницу сделали, это просто супер стало. Сейчас вот едешь, хоть и видно ее, и она приличном состоянии. Всего на улице Казахской будет демонтировано почти 5000 квадратных метров старого изношенного тротуарного покрытия. Его заменит плитка. Кроме того, на объекте установят светодиодные уличные фонари и ограждение, которое отделит прогулочную зону от проезжей части. В целях обеспечения общественного порядка здесь смонтируют камеры наружного видеонаблюдения. Сегодня в Волгограде один из самых жарких дней первого месяца лета. Синоптики предупреждали о температуре в 40 с лишним градусов, но на солнце термометры буквально зашкаливают, показывая 50 и больше. В таких условиях спасение от зноя нужно не только людям, но и дорогам. Городские власти, как и заявляли, организовали регулярный полив магистралей. Водные процедуры препятствуют сильному нагреванию асфальта, который буквально плавится от жары. Считается, что охлаждение водой препятствует износу дорожного покрытия. Кроме того, холодный душ освежает воздух. Пыль прибивается к земле, что упрощает жизнь аллергиков и астматиков. Одна поливальная машина рассчитана на 10 кубов воды и за один выезд может обработать более 120 тысяч квадратных метров асфальта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова